На противоположной стене у нас будет экран с хорошей светоотдачей. Окно мы закроем светонепроницаемыми шторами. Колонки на потолках будут подвесные колонки с многоканальным хорошим с качественным звуком. Директор Икшур-Бодинского информационно-культурного центра Алексей Барышников рассказывает, каким будет долгожданный кинозал. Это помещение в сельском клубе давно пустовало. Раньше здесь проводили дискотеки, теперь будут показывать кино. Сейчас зал ремонтируют, меняют полы, потолки, коммуникации. Со дня на день придет и новое оборудование. Буквально на днях мы ожидаем поставки оборудования. Придет современный экран, современная акустика, у нас будет пятиканальный классный звук. Придет коммутация, контрольная кассовая техника, чтобы можно было покупать билеты онлайн. В общем, наша задача сделать конкурентоспособный, хороший, качественный кинозал. По воспоминаниям местных жителей, раньше киносеансы Викшурбодий тоже проводили, правда в старом доме культуры он сгорел. Деревенские считают, что именно в их селе закончилась советская практика кинопоказов. Пленочные фильмы здесь до сих пор хранят, однако зрители ждут современных условий. Кинозал, конечно же, ждем. Это у нас в селе будет что-то новое. Во-первых, это возможности. Возможности здорово привести свой досуг. Как семьей, как молодежи. Впереди ждут осенние, зимние каникулы, да, и весной каникулы. Где будет молодежь? Конечно же, не на улице, а уже в кинозале. В тепле, в комфорте. Погрузиться в мир кино по-новому жители Викшурбодии смогут благодаря проекту фонда кино. Средства выделили по нацпроекту «Культура». Икшурбодинцы выиграли федеральный конкурс и субсидию в 5 миллионов рублей. А новый кинозал задействовать планируют по максимуму. Так, например, музейные работники придумали новый формат экскурсий – виртуальный. В музее активно буду использовать этот зал. Будем показывать какие-то видео, видеозарисовки наших музейных предметов. Дальше, может быть, какие-то выставки, фотовыставки тоже будем организовать в этом зале. Премьерный киносеанс Викшурбодии планируют на конец декабря. И зрители его уже очень ждут. Надеются, к этому времени эпид-обстановка станет лучше и кинотеатрам разрешат работать. Елена Абуховская, Елена Слесарева, Василий Хохряков. Новости. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...